За платвой по ночной тропинке. Темные лапы елей причудливыми фигурами расступались, открывая едва видимую под неяркой луной тропинку. Луна полная, но подернута легкой туманной дымкой и ее свет лишь обозначает дорогу, позволяя отличить ее от нетронутой целины снега. Поворот, еще поворот. Знакомая днем до мелочей тропинка кажется совершенно чужой, словно и не ходил по ней никогда, а сейчас открываешь ее заново. Шаг вправо, шаг влево и проваливаешься в рыхлый мягкий снег по колено. Хорошо, что обут по всем рыбацким правилам и снег не засыпается за голенищем. Ночной зимний лес оглушает полнейшей тишиной. Ни писка, ни шороха. Только громко хрустит под ногами схваченный легким морозцем снег, да изредка где-то в темной глубине леса, не выдержав веса пушистого сугроба, сбросит его с себя еловая лапа. И трудно себе представить, что где-то рядом существует цивилизация. Горят городские огни, город просыпается, выпуская на своей дороге автобусы и автомашины. Люди торопятся по своим делам. И в 100 метрах за границей леса нет-нет, да прошумит состав по железной дороге. Воздух настолько чист от мороза, от хмельного хвойного запаха, что голова словно в тумане. И эта зимняя тропа к далекому заветному озеру кажется сном. Словно не ты, а кто-то другой берет по ней. Неизвестно куда, не знам зачем. Заложена в человеке настороженность к зимнему ночному лесу. Может быть детские сказки всплывают где-то далеко в самых глубинах сознания. И кажется солидному взрослому человеку, что сейчас вот из-за того куста с громким ворчанием выскочит голодный серый волк. А между теми елками с тихим шорохом промелькнет, возвращаясь с набега на соседний деревенский курятник, лтовка лисица. Да мало ли кто может встретиться. Хоть 12 месяцев, хоть морозка, хоть еще кто-нибудь из детского сказочного далека. Только никто так и не встретился, к сожалению. Длинная ночная прогулка благополучно заканчивается на берегу озера. Да и не ночная уже. Очертания прибрежных кустов становятся все более и более четкими. Небо на востоке постепенно изменяет краски от темно-синих к темно-голубым, фиолетовым. И длинные тени от ярко засветившей луны вдруг тоже становятся голубоватыми. Скоро и совсем рассветет. А там потихоньку подтянутся рыбаки с электрички с местного автобуса. Пора на лед. Занять свое знакомое до мельчайших подробностей место. Подновить оставшиеся с прошлой рыбалки лунки. Подкормить не спеша. Озеро представляет собой отработанный карьер, где уже лет 15 назад добывали песок. А может и больше. Вода в нем исключительно прозрачная. Глубина достигает 12-15 метров. Со дна бьют родники. Да, видимо, такие мощные, что даже среди зимы, когда лед достигает почти метровой толщины, в некоторых местах остаются открытые промоины. Обитает здесь разная рыба. Плотва, окунь, щука, ерши с пескарями. Зимой же здесь обычно ловят плотву и окуня. Техника и тактика их ловли совершенно различна. В связи с чем среди рыболов имеются четко выраженные плотвичники и окунятники. И совместить эти группы практически невозможно. Наша бригада специализируется на ловле плотвы. Озеро предъявляет некоторые особые требования к технике и тактике ловли. Большая глубина и площадь озера при наличии родников и малом количестве водной растительности создает особые условия для жизни рыбы. Она практически не меняет свой образ. И несмотря на толстый лед, и прочие зимние условия в нем не отмечается не только заморных явлений, но и поведение рыбы сохраняет чуть ли не летний характер. Даже в феврале отмечается резко выраженный активный утренний и вечерний клев. Рыба хорошо отзывается на прикорм. Особенно это заметно, если прикормка производится непосредственно в лунку. Не проходит и 10-15 минут, как начинают отмечаться странные на первый взгляд явления. По полуоколе сторожок вздрагивает, поднимается, опускается. Такое ощущение, что рыба клюет, но не подсекается. А она просто активно крутится в столбе падающей прикормки, задевая леску. И только минут через 20, когда корм опустится на дно, начинаются настоящие поклевки. Прикормка с помощью кормушки около дна дает эффект, но не всегда отчетливо. Такое ощущение, что корм, постепенно опускающийся в столбе воды, собирает рыбу из разных уровней, что характерно для больших глубин. Другой характерной особенностью является то, что периодически платва начинает активно клевать на растительные насадки, тесто, манку. И это в глухой период, в январе-феврале. Платва здесь ровная, в районе 100 грамм, хотя иногда вваливается и покрупнее. Почему же не все любят ловить здесь платву? Это связано отчасти и с особенностями озера. Ловля обычно производится на глубине от 5 до 10 метров, в основном настоящие снасти. А этот способ немногим нравится. Некоторые активно предпочитают ломить вдоль берега на чертика, без насадку, гвозди-кубики и гвозди-шарики и на мормышку с насадкой на глубине до 3 метров. Иногда это неплохо получается, но начинают преобладать опыт. Мы же ловим в основном со дна, причем снасть применяется самая изящная. Так, применение лески диаметром 0,12 мм приведет практически к полному отсутствию клева. Даже леска диаметром 0,1 мм отнимет в рыболову половину улова, как если бы он ловил на леску 0,08. Мормышки или крючки применяются самые мелкие. И можете себе представить ловлю на такую снасть на глубине, скажем, метров 8. Не у каждого рыболова выдержат нервы. Леска постоянно стремится перепутаться, завязаться узлами. Мормышку или крючок опускаешь долго и тщательно. Особенно интересно наблюдать за рыбаками, не знающими или не желающими знать этих нюансов, а может быть попавшим на это озеро в первый или во второй раз. Обычные для других мест методы здесь не срабатывают. И после долгих и мучительных пируэтов вокруг более опытных и добычливых коллег, неудачники в сердцах сворачивают снасти и переходят под берег, где есть шанс половить хотя бы и мелочь. А то и совсем покидают водоем со словами «Да чтоб я еще раз приехал на ваш карьер». Здесь сказывается одна из типичных ошибок почти всех рыболов-любителей. Неумение и нежелание разгадать характер водоема, определить оптимальные снасти и способы ловли. Наверное, в этом и заключается рыболовное мастерство – способность быстро разгадать водоем. Конечно, рыбалка рассчитана на удачу, но удача должна быть подготовлена как своим опытом, так и опытом других. И самая грубейшая ошибка – это уже из области психологии. Считать себя все умеющим и все знающим. Все знать и все уметь невозможно. Нужно постоянно учиться и искать. И не считать это чем-то зазорным. Бывают, конечно, и у нас неудачи, но это обычное дело для рыболова. Без них было бы неинтересно. А здесь в обычный нормальный день всегда можно поймать десятка-два-три хороших платвиц, что для зимы совсем неплохо. Снасти применяются двух типов. Первая представляет собой обычную мормышечную снасть. Принцип действия ее заключен в том, что правильно подобранный старожок помогает рыбе поднять мормышку со дна, маскируя таким образом ее вес. Мормышки применяются минимально возможного веса, где-то 0,2-0,3 грамма. Поднимая со дна мотыля или другую насадку, рыба преодолевает только часть веса мормышки. Большая ее часть компенсируется подъемной силой старожка. В противном случае платва просто выплюнет насадку. Вторая снасть – это поплывочная улочка. Основное назначение снасти – то же самое – сделать максимально незаметным для рыбы вес оснастки за счет подъемной силы поплавка. Хорошо работает оснастка, описанная в моем ролике «Зимняя плывочная улочка – супермонтаж». Ссылку я дам под видео. Поплывок как бы приподнимает грузило от дна при поклевке, делая снасть менее заметной, что важно именно зимой, когда рыба вялая и осторожная. Но кончается короткий зимний день, и обратная дорога домой уже не кажется такой таинственной и незнакомой. Только потяжелевший ящик приятно оттягивает уставшие плечи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok